Всем большой-большой привет. Мы продолжаем прохождение этой замечательной игры, как Краку Ка Судьбы. В прошлый раз Кроля Черепов нам завалить, к сожалению, не удалось, но мы попробуем это сделать сейчас. Отдали нам карту кузницы за фишку, которую в прошлый раз я не показал им. Я ее в колоду уже поставил. Посмотрим, что это будет, если... Может быть, будет что-то полезное. Обрали мы местную крестьянку, дабы не давать еду. А, так. Влагословение. После пыла получения карты удачи, можете вернуть карту и вот на другую после переписовки. Лично извилистый путь с самого начала, это очень неприятно, потому что это мобы. Три пыли, естественно, мы их нападаем, обходить их смысла нет. Три всего лишь пыли. Мы лучше посражаемся. Так, где-то опять долгие погрузки у нас иногда бывают. Блокировать нельзя. Я глупый. Я 2 единицы пищи потерял из-за блока. Я забыл. Забыл, забыл, забыл. 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 Глупо. Получаем 10 сень здоровья максимального. Тут не зря подрались, согласитесь. Уберег Минотабра. На вашем пути у вас стоит огромный лабиринт. Не найдя окружного пути, вы уходите внутрь. В самом центре лабиринта на вас нападает разверенный Минотабр. Ваши действия. Сражаться, увк. Отзыварить, гада. Хотя это будет, наверное, оооо, что для меня не слезно. Ух ты, это, вот это. Зверюга, это смотрите, какое. Это вам не хухры-мухры, а это зверюга еще. Зверюга, я его не убью, я это понял. То есть убить надо только вот сейчас. Тактику я понял на него. Будем ее сейчас делать. Не-не-не, так не получится. Зря на него напал, наверное. Может быть и не зря. Не, надо уворачиваться. Он слишком быстрый. Слишком быстрый. Кажется, не успели увернуться. Втеряли еще, да, жизнь. Ой, какой злой, злобный тип, а. Много злобный. Ну ладно, мы рано или поздно, если мы не будем тупить, мы его все-таки должны завалить. Это будет крайне сложно сделать. По одному удару, ждав по полминуты, пока он ударит стену, это, конечно, не есть груд. Но с другой стороны, я другого выхода не вижу тут. Оружие у меня слабенькое. Каких дополнительных способностей пока что я не имею. Возможно, за Минотару дадут что-то, что-то очень дельное. Конечно, не зная вражеских жизней, ну, тактика проста. На самом деле, ничего сложного не ждать, пока он врывет в стену и по раз ударит. Там сколько получится? Один-два. Один без риска, два уже с риском для здоровья. Можно было, конечно, им жизни меньше потерять. Изначально. Не 50%, фу, и 50%, 60% жизней мы потеряли. Убили мы его с потерями, но, я думаю, фишку мы заслужим и, кроме фишки, получим что-нибудь еще хорошее. Победив Минотава, вы замечаете надписи на стенах, которые, вероятно, ведут к выходу. Вы следуете указаниям и находите выход. Однако, в пути замечаете, что в Альберинте был не один Минотава, и остальным удалось выбраться. Теперь эта кратчная фишка принадлежит вам. Ну, а каких этих дуб пайков нам не дадут? Это знатный торговец. Что мы уделы попросим? Попросим волослоения, наверное, на. Крепкое телосложение. Всякий раз, когда иголку употребляют пищу, он получает больше очков здоровья, чем обычно. Не самая хорошая вещь. Не самая плохая. Согласен, но не самая нужная, полезная сейчас. Возможно, и был в жизни попросить или нет. Хотел я пищу, конечно, попросить, но я надеюсь, что все-таки пищу мы где-нибудь в боях добудем. Может быть, это и не так. Повозка с припасами. Ну, например, вот. Приложить помощь. Вот, получаем. Ну, дай хорошую. То есть, ни одну единицу пищи, аж не будет там, типа, 10, 5, 3. Ну, хотя бы, 3 единицы, окей. Заем. Занять нам, короче, нечем, потому что денег у нас нет. Кузнец, вот, это новая карта. О, Кузнец, добра встречи, приятно видеть. Что ты ублажаешь, тех, кто зовут твои инструменты и оружие. Время странствий вы забрали в кузницу в Гренвилл. Кузнец не может работать, он должен идти на поиски пропавшего сына, отправившегося проследовать ближайшие... Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ тьму и чувствуете как и вас прибирает страх смотрите это его следы вошел здесь говорит кузнец готов бежать внутрь но вы колеблитесь долгие годы скитания развили интуиция вы нутром чуете приближение беды эти пещеры пропитанной злом не хотя войти в пещеры вы медленно приближаетесь ко тьме из глубины раздаются странные звуки предупреждая вас о невидимых чудовищах во мраке кажется я его слышу суда кузнец бросается в адьму вы пытаетесь следовать за ним но скоро теряете его в темноте и стоите один в темной глубине пещер ну что крайняя правая да я не хочу провал блин а я хотел огромный успех где выбрать вот мы даже там остановилась остановилась эта штука и все-таки все равно провал вы спотыкаетесь во мраке падаете успеть здоровья вы отряхиваетесь в темной глубине пещер стоите снова да ладно да так вы замечаете свет факела впереди и вскоре видите кузнеца с сыном среди горы мертвых созданий папа убил чудовища но они придут еще восклицает мальчик кузнец явно серьезно ранен и еле стоит на ногах мы изговорят правду произносит кузнец если садитесь с ними здесь дадите нам шанс выбраться я буду у вас с вечным долгом они уже здесь таки кричит мальчишка кузнец с ценным спешат к выходу из пещер пытаясь уйти до опасности вот и новая встреча с дамой да ладно дамы чешуи да вы чё сдурели что ли ну это же как и в пищу это жесть это не битва это просто ужас будет это уже ужас это не минотавра вам это ужас не знаю там хорошее вооружение сейчас хотя бы может быть какой-то шанс вы было бы выиграть но таким что есть сейчас с обычным долгом вором без без благословения когда из-за удара топором устанавливаю по 3 хп сами понимаете это практически гиблое дело не не тихо не тихо не тихо не тихо уйти нет все это проигрыш как бы я тут не старался даму то я саму чешуи завалил но три голема это слишком жестоко не тихо нет но будь у меня посильнее оружие будь у меня какие-то там штормы смерчи и так далее возможно я бы их убил но не способен на большие фигня все это удар молнии таверны что ли не прочитал я сильнее о чем ты думал то есть ты думал что я вообще нубас да не 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 опять я сделал не то что хотел огромный молот мне нафиг не нужен как и щит дыхание стойкости тоже нафиг это лучше боевой ключ возьму и не знаю кольцо исцеления это кольцо адепта наверно лучше так отсюда я точно выкину то что он мне постоянно ставит это вот священная кудреница засада там залы мертвого короля и вот это нафиг не нужно абсолютно в горе капитана лучше поставлю кузнеца верну не знаю может быть у ящера верну ни разу у меня не было а еще подождите так так ну давайте все вот так поехали моралист при любом ударе игрок наносит на 2 больше урона за каждое имеющего усвоение то есть мы на 2 урона больше можем относить утрат гулемов я буду с ними биться и сейчас крайнюю правую выберем то будет естественно провал сейчас говорил хорошо что не общее здоровье отнялось еще как же я угадал с провалом то пора кранил правую оставлять только на крайняк задолбал ты там фигарит и с с с с с Он меня всю жизнь не убил. Ай, концу умер. Тактика на голямов достаточно простая, я просто отступил. Бывает. Удар 2, оттрык, удар 2, оттрык и так далее. Нам еды удалят, очень хорошо. Мы пойдем к сундуку, и тут мы как раз крайнюю правую заюзаем, а это будет успех стопудовый, да? Не-е-е-ет. Сейчас мы на газе сдохнем просто здесь. Не, ну крайняя правая должна помочь вот на крайняк-то, а? Минус 10. Ну сейчас крайняя правая должна помочь на стопудово. Да ну нафиг, я не хочу крайнюю правую выбирать. У-у-у. Хотя она бы тоже помогла. Мы получаем 4 крафта добычи. Что у нас кольцо А.Д. продает? Игрок получает опять просто меньшую, за каждую зацинку, за каждую зацинку, за каждую зацинку, за каждую зацинку. Не, погоди. Согласен. Колпак грабителя. Согласен. Согласен. Контракт наемника. Ага. Нормально. Неплохо как сходили, одинокий бар. Это то, что происходит от интерферинга. 10 здоровья мы восстановили. Фишку мы получили. Изи листы плутя. Прибыли. Напасть. Надо больше сражаться, чтобы был опыт в сражениях больше. А то как-то я занубился во всем сражениях. Стал их избегать. Более золотышка-то идет. Золотышка-то идет. Золотышка-то идет. Плюс мы выиграли очень легко. Ну там три пыли силы. Мы получаем добычу. Еще 15 золотых. Иди сидит с пищей, естественно. Портал неведомая. Поехали. Лавка, да? Я не знаю. Можно зайти в лавку. Пойдем. Нам покупать там все равно пока что нечего. А рынок. Тут уже интересно. Нет. Я хочу узнать, что лежит. Мммм. Но я не буду легко. Мммм. 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 А первым пойдем к лавке и купим жратву. Э? А это что такое? Лавку атаковала пыль? Первый раз такое вижу. Нет, прикольно. Вопросов нет. И две пыли это ерунда абсолютно. Ну тут у нас денег как вы получили. Можно было кстати не юзать этот пеленок слишком мало сопево. Противников мало денег. Ну ладно. Вы обыскиваете трупы, но ничего не находите. Ну а ты бы это скидку мне сделаешь за то, что разбудников то твои лавки отвадила. Ну и не сделаешь. Что-то у нас купить еды. Давайте пожалуй. Пока что вот так вот купим, да? Купим предметы. Считаруб. Пальцовое желание. Значит я ничего-то не буду покупать. Пожалуй так. Оставлю, деньги пригодятся. Останки героя. Да, пожалуй возьму. Просто одевать их не буду. Так, куда, 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 куда. Окей, сейчас вернемся. Отдаем меч, отдаем щит. Получаем одну карту золотой добычи, а только можем выбирать. Это вообще отлично. О, 25 золотых мы даже не выбирали. Спускаемся, естественно. Угу. А что там у нас странствующий ремесленник, да? Мммм. Отсюда сходим. Удаем. Давайте отдаем 40 золотых. Здесь их другую, ты этой карте золота. Отлично. Странствующий ремесленник, что может ремесленник мне предложить? В принципе может мне предложить что-нибудь типа еды, да? Ой, ну еду понятно, что мне типа кто-нибудь экипировки общиться не купил бы. Он посмотрит, что у него есть. Жизнь и здоровье, удар молнии, кольцо лекаря. Ммм, кстати, вот эту штуку я возьму. Пожалуй. Ну а еду пока что покупать не буду, потому что может быть там где-то половину еды придется отдать. А лучше куплю ее потом. Извелистый путь. Маги, два черепа, напасть. Это будет интересная битва. Ай, это было глупо. А может быть щитолом то надо все было бы и взять, а? Как вы думаете? Штолом то не такая уж плохая вещь. У тебя жизнь немного стал терять. Очень много я бы сказал. Маги с этими скелетами это какое-то, блин, зло такое, дикая. Сами по себе маги-то не такие злые были. Да что же вы будете делать-то? По этим линиям ходить нельзя. Что я творю? Сдохнете уж. Ай, маги, ненавижу вас. Я на линиях стою, по ходу дела, да? Я даже сзади его не могу бить, что за хрень вообще. Сдохни уже. Штуку жизни потерял, ужас. Мне как-то сраных магах, блин. Беда. О, классная, классная вещь. Мы классное оружие взяли, если там хорошего. Помочь торговцу. Ну, давайте. Возвращаем золото. Мы получаем врага серны. Возвращаем золото. Ах, 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 ах. Ах, 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 ах. Все, кажется 5 лет. Классно, да, сколько мы сейчас денег заберем, смотрите. Эх, позволь жреца, сходим туда, к жрецу. Нужен огромный успех. Ну что, крайняя правая сработает на трассе? Да. Давайте сейчас крайнюю правую, должно сработать. Да. Отлично. Провозка с припасами. Да, помогаем. Мне уже нечего мне давать, можно сказать. Я его ограбил. Господин Лайна. Так, я не помню, дать ему 20 золотых. Да, пожалуй, даем. Получаем перчатки скорости. А вот теперь мы, пожалуй, к жрецу зайдем. Пожалуй, к жрецу зайдем, купим у него еды, как минимум. Купить еды. 18. Вот так вот как-то. Поглословение. Ядовитая кровь. Гнев древних богов. Поглословение. Очень красиво. Да. Да. Ну, потому что сейчас за 10 ходов нам еще дадут деньги. Деньги-то у нас будут, в любом случае. Тортал неведомая. Ага. Герои. Давай защищаться. Это. Ну, ладно, бывает. Уверостно сражаетесь, в конце концов, незнакомец выхватывает у вас артефакт, скрывается в лицо. Чё? Вы шутите? Ну, чё, шутите, шут? 52, ведь? Юлькинг. А если был бы страшный провал, мне бы 100 здоровья убрали, или 50 здоровья, максимального тоже бы отняли, интересно. У них нет, чё я всё за шо? Тут же не жрет, чтобы рано лечил. Просто маг. Благотворительность 2. ДБГ должен были поведители проиграющие. Вы увидите жреца, предыдущего по дороге он просит вас в еду, чтобы накануть сирот. Да, пожалуй, мудрое решение, отсказать жрец. Им даем 10 единиц еды. То есть принимают подарок, посмотрим. Не дадётся у меня мешки что-нибудь, чтобы вас отблагодарить. Ну, если сейчас крайнее право, они сработают, я вообще больше южить не буду. Фух. Ура. О, вот и зайдите, вытаскивает тухое, 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 старое кольцо. Сначала попрошу детей отполирать его, а пока примите моё благословение. Предатель ящериц. Мои фишку ещё получили, тоже будут согласитесь. Горе капитана, новое что-то. В таверне к нам вам подошёл капитан. Он поведал вам свою печальную историю. Поклятые сокровища, ссоры и схватки друг с другом. И в результате вся команда сгинула, добираясь до сундука Дэви Джонса. Капитаном Боконегра утверждает, что может спасти команду, но ему потребуется помощь отважного воина. Награду он обещает великие сокровища, которые он из команды успели награбить. Ну давайте поможем. Команду похитили лишь группы скелетов. Если ничего одолеть, команда вернётся ко мне из своей проклятой темницы. Нет, 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 нафига? Это жесть, это называется жесть. Всё было так хорошо, что зачем я это сделал, зачем? Я настолько глупо сейчас сыгрывал, ну не то что я напал на Ольникалс во время битвы. Босса по тупо. Ох, ладно, следующая попытка уже будет в следующей серии. Покажите всем большое спасибо, кто смотрел, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok